Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброго времени суток В этом видео хочу рассказать о таком боблере как клатч от Лаки Крафт Я не буду вас убеждать в том, что он действительно ловит Вот он, с первым забросом на клате Думаю, это и так понятно Хочу рассказать о его достоинствах и недостатках, которые тоже имеются Начнем по порядку С трехтеристик Длина 4,5 см Вес 6,5 грамм Заглубление до 0,6 метра Хотя он и способен занырнуть до метра Мелковатый пошел Системы дальнего заброса нет Но это ему не мешает Лететь далеко И самое главное точно Перехлестов практически нет Шумовая камера есть Но очень тихо Что при ловле головля больше плюс, чем минус Игра довольно размашистая Среднечастотная Уверенно держит течение Воблер упористый и непослушный Все время норовит нырнуть поглубже Поэтому ловить на мелководье им не очень удобно Оптимальная глубина от 70 см Фурнитура и крючки добротные Замены не требуют Но есть один недостаток При ловле с родными глючками Протираются вот такие полосы Как нижним, так и задним тройником Качество покраски отвратное Получив повреждения Краска начинает просто отваливаться А повредить краску может даже шнурок Вот на этот воблер Я не поймал ни одной достойной щуки Одна мелочевка Наподобие этой Субтитры делал DimaTorzok И вот на что они его превратили Но в то же время полупрозрачные воблера Окрашены по другому И таких проблем не имеют Ну а теперь перейдем к достоинствам данного воблера И первое что хочется отметить Это отличная дальность полета Недооценивать это нельзя Особенно при ловле головля Головль осторожная рыба И поэтому возможность обловить перспективное место с дистанцией Не пугая лобастовы имеет большое значение К тому же дальний заброс позволяет нам облавливать Участки реки Недоступные другим воблерам Которые может не менее уловистые Но не обладают хорошей дальностью забросов Что делает клатч отличным поисковым воблерам Когда в поисках рыбы Надо обловить большую акваторию Рассмотрим на наглядном примере Заброс и поклевка Чтобы измерить дальность полета Обратимся к Яндекс карте Стою я примерно здесь И делаю заброс вот под этот куст Как видно Дальность заброса превышает 40 метров И это нормальные рабочие дистанции При ловле на клатча Есть Сошел что, блядь? А нет Нет Не хорошо Утеки Утеки Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Ох, как живо Ох, как живо Двадцать нитей Второе достоинство данного гобблера Это размер Что делает его незаменимым При ловле весной в мутной воде Ух ты, ничего себе Хорошее что-то село Многие думают, что в мутной воде Лучше использовать более яркие Кислотные воблеры А также желательно более шумные При этом совершенно забывают О колебаниях воды Которые создает реманка Так вот, клатч Достаточно крупный воблер По отношению к другим головлевым воблерам И обладает размашистой игрой Что позволяет ему Создавать мощные колебания воды И привлекать к себе Внимание головля Это делает его Одним из лучших воблеров При ловле в мутной воде По крайней мере у меня Клатч номер один Для весенней ловли И немногие воблера С ним могут сравниться весной Когда вода на подъеме И мутная В таких условиях Лучше всего Проявляются его достоинства Это необходимость Дальних забросов И хорошая заметность в мутной воде В общем Весной Клатч Просто не заменили Это хорошенький сил Запад Давай О-о-о-о-о Зачет Ух ты хорош! Вот это да! Тут и есть на что посмотреть. Надеюсь ты-то не нормально. Ох какой красавчик! Это тоже под килограммчик наверное будет. Ну что, ладно. Борзеть не будем, запрет все-таки. Душу отвели и хватит. Пойдем до дома. На этом все. Всем удачных рыбалок!